Было только действие, и действие, в котором человеческое тело было не больше муравья, гораздо меньше муравья, неуловимой точкой. И однако было так, как если бы было только это тело, и тело было всем, и тело было всем телом. И эта живительная точка экстаза была совсем маленькой, крошечной, очень сознательной. Она говорила мне, не вмешивайся, позволь происходить абсолютно всему, всё в порядке, ты видишь, всё в порядке. Это было ощущение незримого, но реального действия, ощущение твоей причастности к чему-то грандиозному. Но никак не ощущение окружающего мира в каких-то ментальных переживаниях или витальных чувствах, витальное и ментальное молчит. Это просто было ощущение твоей причастности действительно к чему-то грандиозному, и более ничего. Ты при всей своей кажущейся малости, то есть по сути ты не существуешь в этом переживании, тебя нет. И вот при всей кажущейся малости, ты ощущаешь себя могучим, совершенным инструментом Господа. Вот такой парадокс. Инструментом, который укрыт его благодатью, инструментом, который не задаёт никаких вопросов, что происходит, почему так происходит, ничего не пугается, ни во что вмешивается, а просто ни во что не вмешивается, а просто исполняет его волю, пока неведомая тебе воля, и ты готов её исполнять, и не задаёшь на эту тему никаких вопросов. Это действительно волнующе, грандиозно, как по масштабам происходящего, так и по внутренним ощущениям. Вот. Это действительно работа, работа на Землю, работа на эволюцию, на планетарную эволюцию. Можно было также сказать нечто вселенское, что становится индивидуальным. Индивидуальным не в смысле маленькой личности, а сознающим себя. Такое очень интересное наблюдение Матери или осознание Матери. Вот когда наше индивидуальное божественное начало, наше истинное сущность или психическое существо, ощущает в себе нечто вселенское, ну, нечто более грандиозное, чем оно само, то это и есть смутная начальная форма познания Господом самого себя. В этой божественной игре найди себя. То есть наше божественное начинает ощущать всеобщее божественное. То есть это начало, как бы, реализации себя, правильной реализации в этой игре. В игре, как так да, затеянный Господом. Так Господь постепенно, в процессе нашего следования по пути сознательной эволюции, начинает находить себя, распалённого во времени и в пространстве, следуя узким путём своего проявленного творения. Следуя узким путём человека к самому себе, ко всеобщему, то есть наше индивидуальное божественное, в нас открытое, следующим шагом идёт уже к отождествлению себя с всеобщим божественным. То есть начальная стадия – это обретение с нашей истинной сущности, или обретение Царства Божьего, а затем в процессе обретения жизни вечной идёт уже отождествление нашего индивидуального божественного с всеобщим божественным. То есть мы находим себя в божественном, и следующим этапом отождествляемся со всем сущим, сохраняя индивидуальность, то есть не теряя индивидуальности. Что всегда боятся люди потерять, когда речь идёт о божественной жизни, о духовной жизни. Люди думают, что они себя потеряют, что их не будет, что они будут вот чем-то аморфным совершенно, так сказать, и непотребным, желеобразным. Нет, это далеко не так, напротив. Вы, в общем-то, все аспекты божественной жизни начинаете ощущать настолько остро, настолько благодатно, что об этом, в общем-то, и подумать раньше было невозможно. Как будет и что будет. Поэтому оставьте свои предположения о том, что и как должно быть, а просто делайте то, что должно делать. Это не имело совершенно ничего общего, ни с знанием, ни со светом, ни с пониманием, с интеллектуальным светом, интеллектуальным знанием. Ничего общего, с любовью. Она имеет собственную вибрацию. Самое лучшее определение, которое можно дать этому состоянию, это мощь. Это была мощь в её самом грандиозном аспекте, сокрушительном аспекте. Да, это действительно могущество. Это действительно так. Но сапраментальная божественная сила проявляет себя в трёх могущественных, каждый в своей сфере, аспектов единого Господа. Первый аспект – это божественная любовь. Это божественная любовь, вибрации, которые заливают трепетным экстазом или экстатическим восторгом всё пространство, в котором мы себя ощущаем, или то, что мы называем собой. Второй аспект – это глобальное знание, которое потенциально содержит в себе всё. Это ощущение того, что оно содержит всё, но оно открывается нам по мере необходимости, дозировано. И только по мере надобности. Действительно, когда это нам нужно. Но мы понимаем, что мы имеем доступ к этому знанию, всеобщему знанию. Конечно, третий аспект, вот о нём говорит мать, как раз вот в этом переживании, она его прочувствовала. Это всемогущественно. Это всемогущество. По сути, это созидательно-разрушительная трансформирующая мощь, которая что-то разрушает и что-то созидает. Это абсолютное могущество, которое проходит через нас, через наше тело, через то, что мы называем собой, проходит в пространство, и наблюдается нами это могущество, или всемогущество, из крошечной точки нашего индивидуального сознания, которое в этот момент, да и в дальнейшем, отождествляется со всем сущим. Было довольно острое ощущение, что пока мир, пока земля переходит из одного состояния в другое, есть нечто вроде переходного периода, неустойчивого равновесия, очень опасный момент, когда что-нибудь совсем малое может вызвать катастрофу. И тогда многое, что придется начинать заново. Ну, то, что здесь описывает мать, это был 63-й год, очень острое ощущалось мной, например, в 90-е годы, естественно, прошлого века, когда я только что встал, встал на путь сознательной эволюции, и было такое чувство, было такое чувство, что мир вот-вот должен рухнуть. И на тот момент демоническое начало в человечестве, стало явно револютировать над потенциально светлым началом. И в результате возникло состояние такого неустойчивого равновесия, когда малейшее нарушение этого энергетического баланса, того баланса, который необходим для стабильности эволюционирующей системы, могло вызвать непоправимую глобальную катастрофу. Вот. Вот когда самолет выходит на критический режим полета, режим сваливания, который предшествует, это сваливает, то начинается вот такая тряска, как предвестник катастрофы. Вот эта тряска в человечестве, она была в тот период, мною хорошо ощутима, что вот этот период сваливания, где что-то малейшее в негативную сторону способно изменить человечество, привело бы к катастрофе непоправимой. Великий афонский светильник Паисий Святогорец, безусловно, имевший в то же самое время подобные ощущения, отметил следующее. Вот его слова. Судьба мира зависит от нескольких человек, но Бог ещё удерживает тормоз. И добавил к этому. Сейчас мы видим, как Бог собирает людей персональными повестками, подобно тому, как рассылают такие повестки военнообязанным перед началом войны. Бог делает это для того, чтобы что-то сохранилось, для того, чтобы спаслось его создание. Но когда я встал на путь сознательной эволюции, то вокруг я не видел никого, кто бы мог в меня вселить уверенность, что мы вместе сможем что-то сделать, что-то изменить в этом мире. Так называемые искатели духовности занимались чем угодно, чем угодно. Благо, такая возможность представилась, и всякая помойка на поверхность вылилась в 90-е годы, но занимались не тем, что действительно нужно. Но я для себя решил на тот момент, что один так один, дальше отступать был некуда, потому что будет, то будет, и я был готов к всему. И лишь в самом конце 90-х годов, в самом конце, это поближе, уже к началу тысячелетия до 3-го, у меня появилась некоторая уверенность, что тяжелый эволюционный кризис в человечестве, которое действительно духовно обанкротилось к тому времени, что этот кризис пошел на убыль. Совсем немного, но он пошел. И Россия, на наш взгляд, в очередной раз спасла человечество. То есть Господь увидел в нас с вами, в тех, кто получил от него действительно персональные повестки в сердце, он увидел ту потенциальную силу, которая способна взрастить на российской духовной ниве долгожданные плоды. Вот именно Россия в лице ее лучших революционно настроенных, имеется в виду революционно настроенных в духовном плане представителей, ощутив ничем не утолимый духовный голод, отчаянно устремилась и стремилась в поисках хлеба жизни, хлеба с небес. Вот и плоды, ну, они не заставили себя ждать, они появляются, они появляются и должны множествиться сегодня, да? Так я понимаю. И ощущение, которое было у меня этой ночью, касалось того, что Земля сейчас проходит через один из таких переходных периодов, и что есть, была или есть возможность катастрофы. Если бы можно было сохранить равновесие, не упав туда или сюда, если бы можно было удержать равновесие, миновав это состояние, тогда дальше был бы целый период нормального развития. И вот сегодня Земля, по всей видимости, по всей видимости, миновала опасный переходный период, эволюционный кризис позади, и балансировка полюсов состоялась. Ну, состоялась, потому что полюс света, полюс сил света окреп, и впереди нас ждет период относительно нормального развития. Период относительно нормального развития, конечно, при условии духовного плодоношения, которое в первую очередь должна обеспечить нынешняя Россия. Многонациональная страна, где на мощной исторически сложившейся духовной основе, а Россия действительно мощно исторически сложившейся духовной основы имеется, зародилось бы новое интегральное направление духовной работы, которая венчает собой тысячелетние духовные поиски в земном человечестве, путь сознательный духовной эволюции. И практика сегодняшняя показывает, что этот путь позволяет всем духовно одаренным людям, каждому духовно одаренному человеку, независимо от пола, возраста, национального или социального происхождения, традиционного вероисповедания по традиции, правильно реализовать свое истинно земное предназначение через посредство стяжания божественной силы обрести духовное рождение, обрести царство божие, как его называл Иисус, и жизнь вечную, то есть наработать новое вибрационное тело. мать по просьбе Сат-Према дает характеристику человека по его фотографии. Во всяком случае, говорит мать, он интеллектуал, недуховный человек, это ясно. Он может обладать некоторыми витальными силами. Это то, на что люди обычно ловятся. Да, это интеллектуал, идеалист. Он ужасно хорошо воспитан, а это скучно. У этого господин очень хорошие манеры. Этот господин очень респектабельный. Должно быть, это остроумный человек, у него довольно тонкий ум. Ну, мать обладала способностью чувствовать вибрации людей, чувствовать вибрации людей, изображенных на фотоснимках, и надо сказать, что в старой традиционной фотографии, которая тогда матери, естественно, представилась от прем, для фиксации и проявления образа использовались зернистые поликристаллы, то есть идеально впитывавшие в себя вибрации оригинала. Вот сегодня цифровая фотография существенно от нее отличается от старой фотографии. Цифровой снимок не впитывает в себя напрямую вибрационный компонент фиксируемого образа. он ощущает столько этот образ или вибрационные компоненты ощущаются только посредованно. Ну вот какую характеристику мать дает этому человеку? Типичный, крайне эгоистичный, утонченный интеллектуал, сильный, витальный ауру. То есть человек, постоянно играющий на публику и лишенный при этом духовного начала. Вот так она его определила. Определила этого человека на изображенного на предъявленной фотографии. Ну такие люди могут объявлять себя учителями, они могут объявлять себя наставниками, мастерами, гуру, проводниками высшей воли и тому подобное. Дальше мать продолжает. На фотографии нет знака его силы, если он окружен многими людьми, он должен обладать витальной силой. Но это невеликий ум, он не выходит за пределы идеалистического интеллекта. Но для людей этого более чем достаточно, потому что настоящие духовные силы это высшее их понимание. Но даже к маленькой витальной силе или метально-витальной люди очень чувствительны. Итак, мать продолжает давать характеристику этому человеку, наделяя его притягательной для многих незрелых душ витальной силы, которая в сочетании с утонченным идеалистическим интеллектом, говорит майдар, позволяет ему влюбить в себя, влюбить себя и подчинить людей витальной или ментально-витальной ориентации, людей, которые практически не чувствительны к духовным вибрациям. Эти люди становятся его бездумными и безумными соответственно обожателями, готовыми во всем слепо следовать воле своего кумира. И степень витальной силы таких людей зависит от числа поклонников. Чем больше толпа поклонников, тем больше создаваем им эгрегот, тем больше он имеет витальную силу, то есть он питается витальной силой людей. Люди питают кумира этой силой. Такой человек никогда не уйдет в затвор, никогда не будет стремиться уединиться, его питает энергетика толпы, человеку открытому истинно духовным вибрациям, человеку открытого божественной силе, витальных доноров божателей отнюдь не требуется, его питает неиссякаемый источник, которым он открылся, источник свыше. Этот человек, мать продолжает давать характеристику этому человеку, этот человек мог практиковать тантуризм. Много людей такого типа обращаются к суфизму, они очень легко обращаются в суфизм, но что касается настоящей духовной жизни, то увы. В развитии темы мать заявляет, что такие люди, как этот господин, могут практиковать тантризм, суфизм, я бы еще добавил йогу, дзен-буддизм и другие новомодные экстравагантные духовные практики, в кавычках естественно, вводящие далеко в сторону от единого магистрального пути, от пути сознательной духовной эволюции. Далее Сатпрем. Он написал три тома под заглавием гнозис. Мать, это большая амбиция, он гуманист, но во благо ли человечества он действует, или для собственной славы. Сатпрем. Он говорит, что получил послание свыше, мать, а у него есть что открыть миру, господи, бедный мир, как много откровений. Оказывается, что этот лишенный духовной ясности господин, крайне абецентный господин, еще претендует и на звание спасителя человечества, он должен открыть миру истину. И по его заверениям, он получает послание свыше, и вещает людям, не зная правды, при этом истинного автора этих посланий, обещает он, естественно, от имени Господа Бога. Ну, а истинного автора нетрудно угадать, к сожалению, сегодня появляется все больше людей, интеллектуального склада людей, которые сыплют подобными многотомными откровениями с множеством головокружительных формул, расчетов, рисунков, моделей, там, много чего. А у Господа доказывается все, в общем-то, предельно просто. И действительно, наш бедный мир, как много лишних откровений это дается, причем откровений путающих, пугающих, убивающих в людях духовное начало. и как тут не вспомнить слова спасителя, что самый тяжкий грех ложится на души тех, кто соблазняет малых всех, кто соблазняет наивных легковенных людей. Люди принимают аскетизм за духовную жизнь. Это всегда одна и та же ошибка. И нет средства вытянуть этих людей из этой ошибки. К сожалению, весь мир придерживается этой же идеи. Люди принимают аскетизм за духовную жизнь. Это всегда одна и та же ошибка. Нет средства вытянуть этих людей из этой ошибки. Вот практика жесткого аскетизма издревле считалась основой духовной жизни. Считалось, что само физическое тело и его витальные потребности это и есть главное препятствие в духовной работе. во главу угла ставилось намеренное угнетение жизненных функций. Самыми разными способами это лишение сна, половое воздержание, голод, испытанием холода, жарой, причинением физических болей, созданием разного рода физических неудобств, вериги, спать на гвоздях. В общем-то понятно, да? Лишь бы, лишь бы какими-то экстремальными воздействиями подавить живую жизнь. И до сих пор, до сих пор образ сурового монаха аскет считается у людей образцом духовной жизни. Правда, они сами, эти люди, за крайне редкими исключениями, сподобиться на это не могут и довольствуются лишь этими историями, красивыми историями жизни своих кумиров. и что же получается в результате всех этих аскетических ухищрений. Во-первых, практика жесткой аскезы приводила к целому ряду инспирированных ею серьезных соматических заболеваний и психических расстройств, которые в дальнейшем сопровождали аскета в течение всей его жизни и, естественно, подрывали духовную основу. Во-вторых, подавляемые аскетом жизненно важные физиологические функции, они не желали сдаваться и вызывали мощное противодействие в форме разного рода галлюцинотодных ведений, эмоциональных срывов, угнетенных состояний психики, которые квалифицировались этими аскетами как нападки враждебных сил, как их испытания. А потому неудивительно, что эти аскеты, монахи-аскеты, в частности, христианские монахи-аскеты, в течение всей своей жизни, практически в течение всей своей жизни, боролись с бесами, как это, да, как кто-то из известных христианских праведников подметил, именно то, что касается этой темы, он сказал, что они жили бесовской духовной жизнью, то есть намеренно провоцируя нападки враждебных сил, и думая, что они живут духовной жизнью, они жили бесовской духовной жизнью. Преподобный Серафим Саровский и афонский монах Паисий Святогорец, молоду, прошедшие суровую школу жесткой аскезы, ближе к концу своей земной жизни, советовали новоначальным монахам, и, соответственно, и нам с вами, следовать все-таки срединным путем, путем умеренной аскезы, не допуская никаких крайностей, и, соответственно, не допуская излишеств. на сегодня понятно, что наше физическое тело, которое было объектом травли со стороны аскетов, оно трансформируется последним, оно меняется последним. Вначале с помощью нисходящей божественной силы наводится порядок в уме, потом устанавливается покой в эмоциональной сфере, а уж в дальнейшем эта сила, божественная сила, приступает к поэтапной трансформации физического тела, и практически безболезненно снимает проблемы, которые препятствуют полной или окончательной духовной реализации. И преподобный Серафим Саровский окончательно стал тем, кем мы его знаем, стал духовным исполином, только после исполнения мобета молчания, практики молчания ума, то есть в возрасте где-то 62-63 года ему было. После этого он действительно вышел к людям во всем своем могуществе, молчание ума подвела итог, практика молчания ума подвела итог его к долгому духовному пути к обретению абсолютной силы духа. китайцы, говорит мать, достаточно восприимчивы, несмотря на их коммунизм. Они восприимчивы к идее человеческой доброй воли, в том смысле, что они думают, что их политическая организация самая лучшая с человеческой точкой зрения, а потому они хотели бы, чтобы весь мир ее принял. Есть искренность в этой убежденности, они верят, что это наилучший способ жизни. Они вовсе не хотят ничего плохого, и они очень умны. Нынешние китайцы, в отличие от других народов мира, они не исповедуют традиционных религий, то есть они являются своеобразными атеистами. Если говорить о коммунистической религии, это было и нашей религии какое-то время, коммунистической религии, которая положена в идеологическую основу государства, то если она утрачивает свою агрессивность этой религии, тогда это вовсе не опасный принцип равенства и братства, он не опасен. Он совсем неплох для развития самосознания народа. Абсолютно неплох. В итоге многомиллионный китайский народ, еще не сказавший своего слова в новейшей мировой истории, несет в лице его эволюционно зрелых представителей огромную потенциальную силу, способную безусловно проявиться на духовном поприще. В их неагрессивное атеистическое сознание, сравнить его можно с чистым листом, может быть безболезненно привитая новые духовные парадигмы, например, реализации пути сознательной эволюции на всей его полноте. И Россия, где началась сегодня эта работа, работа по практической реализации пути, способна передать, передать это другим народам, передать зародившийся в ней новый импульс духовного развития, как она в свое время получила импульс, подобный от Византии в форме нового православия, от Византии, которая гибла. Нельзя закрывать глаза на то, что сегодня наша огромная территория с низкой плотностью населения требует освоения, требуются новые рабочие руки, как бы ни кривились наши патриоты российские, узаконенная эмиграция народов в сегодняшнем крайне тешном мире, она неизбежна, просто неизбежна. Не миновать этого процесса и нам, если трудолюбивое, мирное, духовно восприимчивое население нашего ближайшего соседа постепенно ассимилировать с русскими на нашей территории, фактически станет русским, как в свое время русскими становились многие народы, населявшие Восточную Европу и подлежавшие к неазиатской территории, то это будет неплохо, это еще поможет избежать многих неприятностей, связанных с экспансией исламского фундаментализма, тоже проблема, противники такого сценария не нужно зарекаться, вот пути Господни неисповедимы, это его дело, как это решится, и духовная сила новой России при развитии такого сценария неизменно возрастет, и не случайно представитель русской православной церкви, дьякон Кураев, как-то сказал в одном интервью, что сейчас мы строим православные храмы для китайцев, я бы здесь уточнил или дополнил заразительной благодатью Божьей храмы души, вот это наверное более важно, чем строить помещение, несчастные люди говорят а настанет день, когда я умру и кончатся все эти несчастья они простофили проблемы вовсе не закончатся они будут продолжаться будут продолжаться до тех пор пока они не выберутся из этого то есть пока не перейдут из неведения в знания да наивные простофили зачастую видят избавление от тягот медской жизни в смерти тела тем людям невдомёк что решение о жизни и смерти имеется ввиду факта рождения и расставания души с физическим телом что эти решения понимаются свыше понимаются свыше и пока Господь не добьется своего через посредство кармического закона череда рождения души череда воплощения души в физических телах будет продолжаться и кармический педагог будет исправно возвращать нас на землю будет исправно возвращать нас физическое тело чтобы мы наконец поняли что от нас требуется в этой самой игре божественной игре под названием жизнь или найди себя и Шри Авробинда как-то сказал в свое время он сказал что только глупец может думать что могила избавит его от вечности известный индийский духовный учитель Романа Махарши неисполнение человеком своего истинного предназначения здесь на земле назвал духовным самоубийством ибо человек сам того не подозревая что делает он бессознательно из воплощения воплощение убивает свою бессмертную душу убивает себе свое бессмертное начало убивает коль вновь воплощается здесь вот те кто здесь сегодня на земле это люди которые совершили череду духовных самоубийств и пора наконец прервать прервать этот процесс вот и став на путь сознательной духовной эволюции все-таки решить главную задачу присутствия нас здесь на этой земле спасибо 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 Продолжение следует...